В этом видео мы поговорим о разновидностях команд в Selenium IDE, которые в общем и целом можно поделить на 4 больших основных типа. Первый тип это команды действия, которые отвечают за изменение состояния приложения. Например, кликнуть по ссылке, выбрать опцию и так далее. Особо отметим, что если какое-то действие проваливается, тест тоже считается проваленным и останавливается, а Selenium IDE переходит к выполнению следующего теста. Второй тип команд отвечает за доступ к некоему состоянию приложения и сохранению результатов в переменные. Это не самый часто используемый вид команд, но дальше в этом видео мы увидим пару примеров их применения. Третий вид команд это проверки, которые очень похожи на предыдущий тип, но они сравнивают какие-то указанные значения, то есть проверяют состояние приложения, сравнивают его с неким заданным ожидаемым результатом. Четвертый тип это операторы управления, которые знакомы вам, хочется верить, по другим языкам программирования, такие как if, while и прочее. Здесь стоит отметить важный момент, что на текущий этап все-таки эти команды находятся в полуэкспериментальном состоянии. То есть если вы их решили использовать в селении МИДЕ, будьте готовы к разнообразным, иногда очень неприятным сюрпризам. И еще один факт, который мы обязательно упомянем на этом слайде, и он был упомянут ранее в нашем курсе, состоит в том, что действия и проверки никогда, ни в коем случае не могут заменять друг друга. То есть если сказано что-то изменить в приложении, мы используем действия. Если сказано что-то проверить в приложении, мы используем проверки. Но никогда, ни при каких условиях, эти команды друг друга заменять не могут. Рассмотрим эти виды команд чуть подробнее и начнем с действий. Действия бывают крайне разными. Открыть страницу, что-то куда-то написать, по чем-то кликнуть и так далее. Обратите внимание, что поведение и назначение вот этих колонок, цель и значение, может отличаться. Так, например, у команды Open сюда указывается, что именно открывать. Команды Type указывается, куда писать, что писать. У команды Click, куда кликнуть и так далее. Иными словами, назначение вот этих вот колонок будет отличаться от того, какую именно команду вы используете. В Selenium IDE всегда есть встроенная помощь, кликнув по которой, по закладке Reference, вы можете почитать подробнее, какая колонка в какой команде за что отвечает. Следующий вид команд, отвечающий за доступ к неким значениям и сохранение этих значений в переменных, чаще всего применяются вот таким вот образом. Мы берем некое значение, сохраняем его в некую переменную, которую мы затем используем на протяжении нашего скрипта, чтобы многократно вот это вот значение сюда не писать явно. Потому что если его когда-нибудь нужно будет заменить на какое-то новое, в случае использования переменной, оно автоматически изменится здесь. Если бы оно было прописано явным образом, нам бы пришлось в очень многих местах, мы не знаем сколько их, но может быть много, всегда это значение исправлять. Также эта же команда может применяться для того, чтобы получить доступ к неким значениям неких параметров приложения и точно так же их сохранить, какие-то переменные для дальнейшего использования. Проверки, как следует из их названия, предназначены для того, чтобы нечто проверить. В общем случае мы можем проверять два вида, два подхода, две ситуации. Первое это просто проверка какого-то состояния. Вот здесь мы видим, что мы проверяем, что некоторый элемент доступен для редактирования. И второй способ применения этих команд, сравнение каких-то указанных значений. Если проваливается какая-то из проверок, то в зависимости от ее вида, тест либо останавливается, либо продолжает двигаться дальше, но в любом случае такой тест будет помечен как непройденный, то есть завалившийся. Решение о том, продолжать ли тест или останавливать его после провала проверки, Selenium IDE принимает на основе того, какая из проверок применена. Проверки в общем случае можно поделить на две очень больших группы, которые полностью внутри продублированы, но каждая такая команда проверка начинается либо со слова assert, либо со слова verify. Assert это более жесткая проверка. Если assert проваливается, то тест будет остановлен. Если же проваливается verify, то тест будет продолжаться. Нет принципиальной разницы, если вы перепутаете и вместо одной команды используете другую. Но логика здесь следующая. Если после провала какой-то проверки продолжение теста имеет хоть какой-то смысл, чтобы остальные проверки все-таки выполнить и посмотреть как они работают, применяется verify. Если выполнение теста дальнейшее смысла не имеет, используется assert. Можно привести простую аналогию в жизни. Представьте, что вы пришли в магазин с перечнем покупок. Так вот, вы будете проверять, открыт ли магазин с помощью assert. Потому что если магазин закрыт, то никакого смысла в этих покупках нету, надо разворачиваться и идти домой. Нет смысла сидеть и просто вычеркивать их по одной. Если же магазин открыт, то дальше вы уже будете проверять, есть ли тот или иной продукт по verify. Потому что если, допустим, оказалось, что вы хотели купить хлеб, молоко, их не оказалось, но вы, например, можете купить какие-то фрукты, какие-то соки и так далее. То есть от того, что не прошли одни проверки, это не значит, что вы не можете выполнить остальные. Пускай по итогу окажется, что вы не смогли купить все то, что было запланировано, но вы хотя бы увидите, что в магазине было, чего в магазине не было. Точно так же и в тестах Selenium IDE. Если дальнейшее выполнение имеет смысл, мы используем verify. Если не имеет смысла, мы используем assert. И, наконец, операторы управления потоком выполнения. То есть знакомые всем по другим языкам программирование ифы, циклы и так далее. Здесь их синтаксис немного непривычный тем, кто умеет программировать. Тем не менее, наконец, спустя много лет и в Selenium IDE появилась возможность контролировать поток управления. Тем не менее, обратите внимание на надпись внизу этого слайда. До сих пор эти операторы находятся еще в полуэкспериментальной стадии. Поэтому, если даже вы смотрите в официальную документацию, делаете все так, как там написано, но что-то у вас не очень работает в вашем скрипте, пробуйте другие варианты. Скорее всего, документацию просто не успели обновить, а внутреннее поведение каким-то образом изменилось. И еще раз быстро пробежимся по типам команд Selenium IDE на примере небольшого учебного скрипта, чтобы пояснить, какая команда за что отвечает. Так, команда echo просто выводит в лог-файл какую-то информацию. Это команда действия. Команда store, уже рассмотренная только что на слайдах, позволяет нам некое значение сохранить в переменную. Команда execute script позволяет выполнить небольшой кусок джаваскриптового кода и результат положить также в некую переменную. Уже знакомое нам echo, execute script и так далее. Поехали команды действия. Open, открытие определенной страницы. Три подряд команды type позволяют записать в некое поле, некие значения. Команда click позволяет кликнуть по элементу, указанному здесь в локаторе. Команда select позволяет выбрать некий элемент. В нашем случае это пункт выпадающего списка. Опять-таки команда click, в данном случае по кнопке. И здесь мы видим, использованы подряд две команды, именно verify element present. Они проверяют присутствие на странице вот такого элемента. Почему именно verify, а не assert? Вот последнюю команду можно было написать и assert element present. Даже мы можем вот это сейчас сделать, чтобы это осталось на видео, и вы это помнили. А вот предыдущую команду менять на assert нелогично, нерационально. Потому что в зависимости от того, провалится она или нет, никак мы не принимаем решение о том, надо или не надо выполнять следующую команду. Даже если эта проверка провалилась, все равно имеет смысл выполнить вот эту проверку для того, чтобы удостовериться, что хотя бы может быть этот элемент присутствует на странице, даже если этого не оказалось. И в завершении, может быть не самая радостная новость для тех, кто ожидал здесь очень подробного рассказа о том, как работать с элементами HTML страницы, к сожалению, данный курс не посвящен HTML. Если вы не знаете, что это такое, какие бывают элементы, какие у них есть свойства, что с ними можно и нужно делать, самый простой быстрый способ посетить вот этот вот ресурс, где вы можете, я думаю, в течение одного-двух дней вполне прокачать свои знания по HTML.